Доброе утро, друзья! У нас опять все весело. Вот она моя дорога. Единственное, что она стала чуть получше. Не так сильно замело. Сейчас трактор дождемся. Позвоню. И мы сегодня поработаем. У нас тут уже стоянка организовалась. Даже если сейчас с разгоном дам, все равно не пробью. Ну нереально. Сейчас промчался трактор на той улице, работает. Вот ждем его. Думаю, вернется. Перехватим. Пробьет нам. 9 утра. Класс. Настроение просто кайф. Нам прокопали. Теперь мы можем добраться до нашего участка. Такой зимы я не припомню. Понимаю, что, возможно, я вас уже утомил своими вот этими видосами про обрешетку. Каждый раз в наш сериал пытаюсь привносить что-то новое. То, что я изучил, понял. И хочу с вами этим поделиться. Это уже третья серия про обрешетку. Те, кто не смотрели предыдущие, я советую их глянуть. Потому что там я показывал свои умозаключения в теме обрешочивания и утепления дома. Пришел к правильным вариантам. И обо всем по порядку от чайника к профессионалу я делюсь с вами опытом. Сегодня мы пройдем оконные проемы, углы. Я объясню, к чему я пришел. Потому что первые углы я проходил не совсем правильно. Обещаю, что следующий видос уже будет либо отопление, либо утепление. Но, наверное, с обрешеткой уже закончим. Тут осталось мне доделать две стены. Сегодня я доделаю. И нужно будет пройти весь цоколь. И еще, вот прям секундочку, друзья. Если не сложно, давайте прям в начале фильма поставим лайк. И напишем какой-нибудь небольшой комментарий из 4-5 слов. Если не сложно. Ну, все, больше не отвлекаю. Смотрим, смотрим. Поехали. Вот что может быть на морозе как раз. Помните, я рассказывал вам, как ведет себя нейлон в мороз. И почему его нужно предварительно греть в кармане. Вот вам, собственно, и ответ. Так, по поводу прохождения оконных проемов. Я говорил, что расскажу. Тут на самом деле вообще все предельно просто. Берем балку и вставляем ее между двух прожилен окна. Мне говорили о том, что крепить оконный проем надо подальше. Потому что здесь саморезы не войдут. Но я придумал вариант проще. Я просто саморезы под углом пускаю в блок. И они держат очень даже достойно. Поэтому это нормальный вариант. Так, а мы теперь берем балку и здесь ее отмечаем. Размер навески будет не ровно. Подоконный проем будет ниже сантиметра на 3. Это для того, чтобы отлив имел возможность опуститься под углом. Отпиливаю в размер, фиксирую на 120 саморезы. Проем широкий. Устанавливаю дополнительную опору. С шагом по оси 636 или 590 по границам. Тем же самым путем опуская ее на 3 сантиметра от края окна. В итоге получилось очень даже крепкое, хорошее соединение. Сюда войдет вата, а здесь будет отливчик. Ну и соответственно еще два ряда обрешетки. Класс, мне нравится. Где я не могу прикрутить вот эти места, из-за того, что здесь находится у меня уже герметик, здесь я просто пущу саморез подоскосок в пеноблок. Вот. И тем самым у меня и отливы отлично подойдут сюда. И все будет замечательно. Да, здесь есть лишние 10 сантиметров. Ставим нижнюю перемычку. Советую эту балку делать на 2-3 миллиметра больше, если работаете в одиночку. Либо придется так же мучиться, как я, придерживая ее до фиксации. Никогда не берите саморезы в рот в минус 25. Чуть язык не приклеил. Тихо. Нет! Так бывает. Это очень неприятно. В этом случае вас выручит крепеж под звезду. Ну, или по-другому, он называется торекс. Посмотрите в интернете. Лично я в городе не нашел таких саморезов. Ну, просто у нас городок маленький. В вашем точно найдется. Уровень. Вот он. Отлично. Вот так и будем крутить. Кстати, в плюс этого лобзика, шуруповерта, скажу, что в мороз чувствует себя комфортнее, чем чувствовал себя Hitachi в разы. То есть Hitachi, как вы видите, как вы не видите. Его нет на стройке. Он замерзает очень быстро. Этот чувак держится. Это его плюс. Конечно, пластик становится хрупкий, но он держит. Вот так будет, да? Да. Теперь саморез. Блин, как же тут на высоте страшно. Везет людям, которые не боятся высоты. У меня дочь хочет прыгнуть с парашютом. Попросила мне рождения подарок. В свои 11 лет. Я говорю, дочь, ты что творишь-то? Какой прыжок с парашютом-то, родная? Я же не смогу тебе такое подарить. Это нереально. Вообще неудобно. Так, ты пока вот так повиси. Сейчас еще раз подтянем. Оттянуть. А теперь подтянуть. Еще раз. Давай. Пробуем. Все, что мог. Теперь с той стороны. Как же тратятся силы-то на такие движения? Движения. Это я еще весь со страховкой. Обмурованный. Леса просто плавают. Так. 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 И ползем. Максимальное количество точек опор. Как нас учили. Скалолазание. Ого. Нет. Самое интересное, что когда находишься внизу и смотришь вверх, вообще не страшно. Кажется, что тут ничего страшного нет совершенно. Почему же тут так? Вот такая высота. Я пока не представляю, как при моей боязни заниматься утеплением. Но. Как-то будем выкручиваться из этого положения. Вот, собственно, так и делается обход оконных проемов. Ничего там сложного нет. Теперь оси, как обычно, 63,5-63,6. Отметку делаем. И вот здесь у нас встанет доска. Вот так она встанет. Вот так. Здесь она будет. Черные саморезы отличные. Но шляпка у них очень отвратная. Эти держат лучше. То есть, сам шуруповерт работает с этим саморезом намного комфортнее. Надо еще взять золотых. Вот осталось поставить две направляшки сюда. Вон ту подтянуть. И все. И вот от этой стены осталось всего поставить здесь 4, там 4, 8 штучек. И все. И стена готова. Далее движемся по стандартной схеме. Черчу по уровню линию. Сверлю отверстие под нейлонный винт. Забиваю дюбель. И устанавливаю направляющие для скорого утепления стены. В идеале крайний брусок устанавливать в 5 сантиметрах от угла. Но так как у меня в теле стены находится бетонная колонна, решил сделать отступ в 25 сантиметров. Никого к этому не призываю. Правильнее все-таки отступать всего лишь 5 сантиметров. Когда мы начнем утеплять, вы узнаете почему. В комментариях мне писали про коварность черных саморезов. Решил, чтобы не поднимать лишний шум, использую их только на дополнительные косые засверливания. Для крепкости. Производитель нейлонового дюбеля утверждает, что он на отрыв легко выдерживает массу 180 килограммов. В любом случае на один квадратный метр у меня будет приходить нагрузка не более 25 килограмм. Поэтому я, как обычно, просто лишний раз перестраховал себя. В начале ролика я вам говорил про саморезы разные. А только сейчас узнал, что есть PH2 и PZ2. PH они очень классно подходят к черным саморезам, а PZ подходят классно к желтым саморезам. Прикольно. Когда пробивал эту стену, еще не знал правильно, как все-таки делать углы. Но поэтому я вам про них и не рассказывал. На самом деле тут все просто. Нужно отступить от каждого угла по 5 сантиметров. Это очень важно. Почему? Вы поймете, когда начнем укладывать минвату. Там все станет предельно ясно. Так, в моем же случае, видите, я тут в угол. Потом начал отмечать эти 636. Сейчас немножко переиграем. Во-первых, я сделаю ровно по окнам. По окнам. Я понял, что это правильно делать прям по окну. И сделаю здесь угол. А тут уже как получится. Ну, на крайний случай вату немножко порежем. Все клочки, которые от ваты будут оставаться, они у нас пойдут на углы. И на заполнение карнизных, вон тех, муэрлатно-карнизного узла. Там тоже очень надо много ваты напихать. Первый плюс 5 сантиметров, то, что не отколем, это первое. А второе, то, что кулачкам ваты будет удобно располагаться на укиплении. Ну и все. И значит дальше мы везде начинаем отмерять по 636. И тут как раз по окну все встало. Классно. Итак, завершая первую стадию обрешетки, отмечу этапы работы, к которым пришел за это время. Брусок должен быть калиброванный и максимально сухой. В идеале обработанный биозащитой с размерами 47 на 47. Делаем два шаблона. Один для отметки размера на стене, другой в виде кондуктора для проделывания точных отверстий в бруске. Отмечаем на стене уровень по осям, так, чтобы расстояние между бруском было не более 590 миллиметров. Сверлим отверстие по кондуктору и вбиваем нейлоновый дюбель. Вдеваем саморезы на 120 в брусок заранее. Лучше использовать желтые саморезы в идеале под торекс. Крепим брусок к стене, дополнительно фиксируя его в трех точках, перекрестным вкручиванием саморезов, если у вас пеноблок, как у меня. Используя эти основные правила, вы рискуете сделать эту работу качественно с первого раза. Желаю вам в этом удачи. В конечном итоге у меня получилась вот такая конструкция. Мне нравится. Блин, ну снегопад-то она Алтае. Вау. Сейчас на гору залезу. Будет. Что-то зря сюда полез, наверное. Нет, нормально. А, зря. Ой, нет. Блин, набрал. Ай. Лесок, домик. Это все утеплится, обошьется. Ай, будет вообще сказка. Не знаю, не знаю. Конечно, у вас свои на это мысли. Но, блин, я получаю просто несказанное удовольствие от проделанной работы. Мне нравится. Честно, мне нравится. Дом вообще заиграл. Засиял. Я очень надеюсь, что в следующем видео мы с вами начнем уже утепление дома. Как я и рассказывал, утеплять я буду в два слоя в шахматном порядке с перехлестом рядов. Об этом я полностью вам расскажу в следующем видео. По поводу фасада я еще смотрю ваши комменты. Я их читаю, изучаю. Пока у меня уже сложилась некоторая мысль на этот счет. И перевес есть в определенную сторону. Наверное, в следующем видосе я вам уже начну рассказывать точно, на чем я остановился. По утеплителю, скорее всего, это будет техно-николь, как обычно. Потому что у меня все из нее. То есть и утепление полов, и утепление цоколя, и подземная вся часть. Утепление кровли. То есть я уже и с минватой работал, рок-лайт. На том углу санузла я работал с техноблоком, по-моему, или техновент, или техноблок, не помню, что я брал. И рок-лайт. Поэтому знаю, как она себя ведет. Ее не любят грызуны, единственное, птички любят выдергивать, но от этого мы защитим. Ну и, наверное, в следующем видосе мы уже начнем что-то такое предпринимать. Либо нырнем обратно в отопление и что-нибудь там поделаем. Смотря как погода будет себя вести. Если будет жарко, будем на улице. Будет холодно, будем в доме. Как говорится, мой дом, мои правила. Ладно, друзья, до скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Все, пока, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова